Доброе утро, уважаемые коллеги! И разрешите вам представить несколько вот таких черно-белых фотографий, которые представляют определенный интерес. В 1964 год операционная в Институте онкологии оперирует пациентов с улидными опухолями, в том числе и пациентов с меланомой. В 1962 году состоялся восьмой международный онкологический конгресс, где активно участвовали наши ученые, наши специалисты. И вот вы видите молодого Михаила Лазаревича Гершановича, ведущего химиотерапевта нашей страны, Табелевича Владимира Павловича. История. А это празднование 50-летия нашего Института и столетия со дня рождения Николая Николаевича Петрова. Роберт Иванович Вагнер, Николай Николаевич Трапезников, Николай Блохин, Николай Павлович Напалков. История. Известные ученые, известные онкологи на весь мир. Проблемой меланомы у нас в Институте занималось второе отделение, таракальное отделение. И его возглавлял как научный руководитель Роберт Иванович Вагнер. И вторым руководителем был клиническим руководителем Алексей Степанович Борчук. И вот здесь вы видите фотографии сотрудников его отделения. И снизу фотография Михнина Александра Евгеньевича, который как раз вчера выступал с докладом. Далее третье отделение начинает работать с пациентами с проблемой меланомы. Возглавляет его Георгий Иванович Гавтон. Видите, сотрудников, которые некоторые работают и сейчас, по сию пору. Вчера выступали с докладами. Исторические кадры, конечно. И Михаил Иванович Гершанович, он занимался всегда химиотерапией у нас в Институте. И вот одно из интервью, посмотрите, в 2009 году было написано. Есть заболевания, по которым прогресса почти нет. Это рак почки, поджелудочные железы и меланомы. 2009 год. 2009 год. Что тогда было на тот период? Одногодичная выживаемость 30-35%. И золотым стандартом является докорбозин химиотерапия. Химиотерапия, она имеет свои осложнения. К сожалению, эффективность невысока. Медиана общей выживаемости не превышала никогда года. Дай Бог, полгода, 8-9 месяцев. Поэтому проблемы всегда были. Занимались химиоперфузией. Георгий Иванович Гавтон достаточно активно занимался. Сейчас, в настоящее время, уже отошли от этой проблемы. Но иногда были неплохие результаты. И большой вклад внес в развитие нашего института в научную проблематику. Кайда Палыч Хансен. И под его руководством открывается отделение биотерапии. Новое направление. Высокие дозы интеррекина. Они использовались и в мире, использовались и в нашем отделении, в нашем центре. И вы знаете, вот этот метод, он, наверное, не совсем был правильно забыт. Да, это достаточно токсичный препарат. Но эффекты были. И особенно на тот период, когда не было других препаратов, он внес особенно, конечно, свою эффективность однозначно. И сочетание как раз вот иммунотерапии с химиотерапией у нас показали неплохие результаты. Диссертационное исследование нашего Алексея Викторовича Новика, оно было посвящено вот этой теме. И объективные ответы были неплохие. А самое главное, смотрите, у нас есть действительно ответы, которые потрясают. Молодая женщина, которая имела распространенную форму меланомы, лечилась сначала докарбазином, потом интеррекином-2. И длительный ответ, частичный ответ, больше 10 лет позволил ей родить двух близнецов. Она жива-здорова, дети здоровы. Так что вот результаты все-таки вот того лечения интеррекином-2 однозначно есть и существуют. Были, пользовались мы и вакцинами, и до сих пор пользуемся, видите, вот наши сотрудники достаточно молодые, еще тогда геномодифицированные вакцины, дендолитно-клеточные вакцины. По настоящее время это направление идет. То есть биотерапия, конечно, имеет свое развитие. Но, безусловно, чуть больше 10 лет назад произошел просто революционный сдвиг в лечении меланомы. Появились новые противополиопрепараты. Это ингибиторы стирозинкиназ у тех пациентов, в которых есть мутация БРАФ, и иммуно-онкологические препараты. И первый препарат, нам посчастливилось подержать его в руках, вот именно ПЛХ-4032, вемрофенип. Впервые мы увидели результаты потрясающие. У больных с метастатической меланомой полностью исчезали очаги. Это литературные данные. Частичный ответ более чем у половины пациентов на веморфенипе в несколько раз больше, чем на химиотерапии. И впервые была превышена планка безрецидивной выживаемости больше, чем полгода, и общей выживаемости более года, которой раньше, конечно, не было. И вот в этом исследовании как раз несколько стран участвовали. Видите, 44 страны участвовали, в том числе по счастливостным участвовать нам дали 12 пациентов. И мы впервые увидели, что через 4 недели может полностью исчезнуть очаг метастатический. Удивительно. Мало того, конечно, и клинические данные у пациента эффект лазеря мы действительно увидели. Вот именно у меланомы, не у других пациентов, не с другими локализациями, а именно у меланомы, когда через несколько буквально дней начинают исчезать опухолевые чеки, улучшается клиническое состояние пациента. И параллельно практически идет другое направление. Это ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. Здесь совсем другой механизм воздействия. И в 2018 году, вы все прекрасно знаете, что два ученых, Джеймс Эллисон и Тасуко Ханзё, получили Нобелевскую премию за открытие противоопухолевой терапии методом подавления негативной иммунной регуляции. Первый препарат был зарегистрирован иперимумаб. Теперь он уже куда-то уходит в прошлое. Но поверьте, когда он появился у нас в широком доступе, сначала в московском центре Льва Вадимовича Демидова, потом нам позволили тоже пользоваться этим препаратом достаточно долгое время, пока он не был зарегистрирован. Мы увидели прекрасный результат. А самое главное, что появилась часть больных, которые долго живут без признаков прогрессирования заболевания и много лет. Это пятая часть. Вроде бы немного, но все равно пациенты с метастатической меланомой живут больше семи лет и пятая часть пациентов. Да, вот эта программа расширенного доступа. Они, конечно, много в свое время говорили. К нам приезжали пациенты с разных уголков нашей страны. В скрининге было почти 150 пациентов, 100 больных мы пролечили. И увидели, что действительно эффекты есть. И наши эффекты, наши отечественные, они такие же, как и в литературных, в литературных данных. А самое главное, мы действительно увидели ответы. Что при применении четырех введений эпилемумаба может быть длительный ответ. Три с половиной года, посмотрите, как у пациента исчезли метастазы в печени и не возобновлялись. Но мы увидели иммунопосредственные нежелательные явления, о которых мы раньше не знали. И тяжелые колиты, от которых человек мог просто скончаться. И тяжелые кожные реакции, и гипофизиты, различные эндокринопатии, повышение трансиминас при абсолютно удовлетворительном состоянии пациентов. И это, конечно, повело уже в другую сторону. Нужно было изучать эти иммунопосредственные нежелательные явления. И лечатся они, вы знаете, совсем по-другому. Мы узнали о псевдопрогрессировании, что может проходить такой процесс через псевдопрогрессирование, а затем уже и полный регресс у вентостатических очагов. И таким образом за несколько лет появляются новые, абсолютно в новых направлениях новые препараты. Если в таргетной терапии понимать, что одна только монотерапия виморофенибом революции не сделала, здесь нужен еще мегангибитор, появляется другая практически параллельная комбинация. Даже они быстрее зарегистрировали доброфениб с траметинибом. Появляется новый иммуно-онкологический препарат, пембролизумаб и неволумаб. И таким комбинацией, и посмотрите, общая выживаемость с 35% увеличивается уже до 5-летней выживаемости, которая перешагивает 50%. Конечно, революционные изменения происходят. А если мы вернемся теперь к последним данным по иммунотерапии, на комбинированной терапии почти 50% пациентов с метастатической меланомой переживают 7,5-летний рубеж. И мы стали лечить пациентов с метастатическим поражением головного мозга, что раньше казалось бы практически невозможно. Это несколько месяцев, и пациенты, как правило, погибали. А здесь уже годами исчисляются, конечно, не у всех пациентов, но у части пациентов есть достаточно прогрессивные изменения. И вот трехлетняя выживаемость почти 50% у пациентов, которые не имеют симптомов с поражением головного мозга на применении волумаба с эпилимумабом. Большие изменения происходят в адевантном лечении. Вы помните, мы начинали с интерферона. Кстати, интерферон применялся когда-то и в лечении метастатической меланомы. Но в 2017 году Александр Гермонт говорит, что нет на заседании ЭСМО. Вообще тогда потрясающе было это заседание такое, знаете, вот революционное, можно сказать, что не надо всем пациентам делать интерферон, только у которых есть ульцерация. Тогда есть какая-то выгода. Всем остальным, конечно, просто он бесполезен абсолютно. Появляются препараты, которые уже зарегистрированы, и таргетная терапия, и пембролизумаб, и неглоумаб в адевантном режиме уже начинают появляться. То есть мы переходим в более ранние формы заболевания. Что сейчас происходит с иммунотерапией? Мы уже идем не третью стадию лечим, а уже переходим ко вторым, более ранним стадиям заболевания, которые имеют высокий риск прогрессирования. Это вторая В, вторая С стадия. И уже в наших рекомендациях Русска по последним дополнениям от февраля 2023 года прописано, что можно использовать пембролизумаб и неволумаб в течение одного года. Но в некоторых случаях, когда недоступно, все-таки интерферон остается при этих стадиях заболевания. Но, конечно, хочется всегда исследователям и практическим врачам получить еще выше, еще выше выживаемость, еще лучшее качество жизни. Что делать тогда? И начинаются новые изыскания. Одно из таких вот направлений – это взять и скомбинировать вместе иммунотерапию и таргетной терапией. Вот это вот исследование, по которому много спорят еще по сию пору, есть несколько параллельных тоже таких же вот исследований. Комбинация иммунотерапии с таргетной терапией. В этом исследовании принимали участие и наши российские центры, видите, вот наши здесь фамилии. И поэтому мы имеем определенное уже свое мнение. Что показало это исследование с ПАЭС-150? Есть выигрыш безрецидивной выживаемости где-то в 4,5 месяца. Есть выигрыш по длительности ответа. Длительность ответа где-то на 8 месяцев больше у тех пациентов, которые получают комбинацию от изолизумаба с фемрофенибом и кабинетинибом. Но полностью сказать, каких мы пациентов все-таки берем на тройную комбинацию, мы до сих пор, все эксперты, мы спорим. Вот определенные мнения остаются, но то, что эта комбинация уже внесена в стандарты, в алгоритмы лечения, и у определенных пациентов она имеет место быть, это, конечно, однозначно. Что еще нового появляется у нас в иммунотерапии? Наш отечественный препарат, Пролглимаб, зарегистрирован 3 года назад. Антипедиадин препарат, сегодня о нем будут много говорить, поэтому я не буду уделять много внимания. Но это, конечно, здорово, потому что появляются наши препараты. Могу сказать, что сейчас появился еще один препарат, наш отечественный, Пембролизумаб, который будет иметь те же показания, что и зарегистрированный иностранный препарат. Конечно, мы имеем свои отечественные возможности и разработки, это здорово. И по поводу Пролглимаба, что было очень приятно на белых ночах в 2019 году, Александр Герогонт, среди перечня всех зарегистрированных препаратов, достаточно ломаным языком называет препарат Пролглимаб. Нам, конечно, кто слушал, это было очень приятно. Что можно сказать, что еще сейчас нового вносится в наши рекомендации, вот буквально в феврале этого года, в наши практические рекомендации, пока в русском, потому что рекомендации АОР и Минздравские, они более медлительные, они пока остаются 2021 года, так и новые не введены, хотя мы все время их туда направляем. Первое. Значит, мы вчера очень много говорили о неодевантной иммунотерапии. Так вот, в практические рекомендации внесены показания при операционной терапии пембролизумабом у пациентов с меланомой вне зависимости от наличия мутации с 3-й Б, 3-й Д стадии. Три введения, затем проведение лимфоденоктомии и с последующим уже назначением пембролизумаба в течение одного года. Это новое абсолютно такое вот направление, которое движет показания пациентов с применением именно вне одевантом и потом в послеоперационном периоде. И что еще новое? У нас было две комбинации таргетной терапии, а сейчас появилась еще третья комбинация энкрофениб с бениметенибом. И это, конечно, позволит нам еще больше такой вот диапазон действий. Я хочу сказать, что эта комбинация энкрофениб с бениметенибом была зарегистрирована в Российской Федерации в октябре прошлого года. Надеемся, что в сентябре, в конце лета этого года препарат появится у нас уже и в практическом применении. И разрешите остановиться вот несколько на этой комбинации, потому что есть некоторые особенности. Какое исследование стало регистрационным для регистрации такого показания? Это исследование Колумбус. Здесь пациенты делились на три рукава. Одни пациенты получали комбинацию энкрофениб с бениметенибом, и два рукава, которые получали монотерапию энкрофениб и вемрофениб. Что показало это исследование? Вот представляете, у нас только зарегистрировано в октябре, а в мире имеются уже пятилетние результаты безрецидивной и общей выживаемости. Так вот, безрецидивная выживаемость оказалась выше, конечно, у той группы пациентов, которые получали комбинацию антибрафтерапии и антимикотерапии. И мы видим здесь безрецидивную выживаемость, безрецидивную выживаемость почти 15 месяцев. Вы помните, вот первый результат мы говорили 9 месяцев, вот здесь уже 15 месяцев безрецидивная выживаемость. Общая выживаемость почти 34 месяца. По сравнению с монотерапией, конечно, здесь преимущества абсолютно есть, комбинация абсолютно эффективна. Но по объективному ответу посмотрим, какие есть результаты. Если посмотреть на частичный ответ, это 64%, полных ответов 14% у пациентов, и контроль над заболеванием у большинства пациентов больше, чем у 90% пациентов, что значимо больше по сравнению с монотерапией и веморофенивом. А что говорить нам о… Что интересно, сравните, у нас же теперь есть три комбинации. Какую комбинацию лучше нам нужно будет выбрать, есть какие-то преимущества или нет. Но вот посмотрите, здесь, конечно, непрямое сравнение энкорофенив с бенитинибом, доброфенив с трамитинибом и кабинитинив с веморофенибом. Если смотреть по безрецидивной выживаемости, опять же, непрямое сравнение, то несколько выше 5-летнее безрецидивное выживаемость у пациентов, которые получали энкорофенив с бенитинибом. 23 по сравнению, например, с 19, 20, 19 и 14, соответственно. И если мы посмотрим по общей выживаемости, то общая выживаемость, она практически одинаковая, 5-летняя выживаемость. То есть где-то от 34, 35, 36% пациентов живут на рубеже 5 лет на комбинации этих трёх комбинаций. И самое интересное, конечно, токсичность. Какова токсичность лечения? Потому что каждая всё-таки комбинация имеет свои определённые виды токсичности. Если мы помним, у веморофениба с кабинитинибом там светочувствительность и фоточувствительность 35%. А если посмотрим у пациентов с энкорофенибом с бенитинибом, здесь всего 3%. Но, например, лихорадка у доброфениба с кабинитинибом у большинства пациентов, у большей половины пациентов 57%, а у энкорофениба с кабинитинибом 20%. То есть несколько разное. И я думаю, что когда у нас будут все возможности, мы просто будем с вами выбирать, какую комбинацию нам лучше выбрать. И, подводя итоги, можно сказать, конечно, за последнее время однозначно произошло новое ровлечение меланомы. С появлением новых препаратов, как таргетных препаратов, я не буду перечислять, это вот три комбинации, как иммунотерапия, как комбинированной таргетной иммунотерапии, произошли, конечно, те изменения, которые позволяют улучшить и качество жизни. Продлить жизнь пациентов, а у некоторых пациентов и возможное излечение. И у нас, я говорила, исторически складывается то, что два центра всегда занимались проблемой меланомы. У нас так исторически и сложилось. И в 2016 году создана ассоциация специалистов по проблемам меланомы. Эту ассоциацию возглавляет Лев Вадимович Демидов. И вот мы входим в правление этой ассоциации. И туда входят специалисты многих специальностей. И смысл такой привлечь, как много специалистов по проблемам лечения меланомы. Не только лечения, диагностики проблемы, диагностики лечения меланомы, образовательных направлений. То есть это очень большое направление. И эта ассоциация действительно работает. И мы надеемся, что она будет работать и дальше, конечно, и привлекать больше и больше специалистов. И, уважаемые коллеги, с удовольствием вас хочу пригласить на наш форум, который состоится в июле, в начале июля этого года, с 3 по 8 июля, и где мы тоже будем говорить о проблемах меланомы. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...